Всем привет! Сегодня среда и мы не могли бы это подстроить. Это просто случилось случайно, что именно в свой день, в среду я родила неделю назад. Ну просто так получилось, это же правда. И вот опять прошла неделя, нам уже вот почти 7 дней, еще пару часов и будут как раз первые юбилеи, можно сказать. Сегодня будем говорить о том, как это было, как к этому я готовилась и как это все прошло, имея в виду четвертые роды, и как мне удалось так быстро восстановиться. Все секреты по чуть-чуть каждому. Вообще говоря, я очень хотел еще одного ребенка. Маленький ребенок, он всегда дает такое ощущение молодого отца. Вот у меня сегодня руки в зеленке, знаешь, и такой сразу так, пальцы молодого папы. Начал сын. Сильным хотелось брата, ну прям очень хотелось брата, потому что он чувствовал себя одиноким среди двух сестер, они его не понимали. Ему, конечно, очень хотелось сразу такого брата, с которым можно было гонять на квадроциклах, на перегонки и на велосипеде, но тоже внутренне понимала, что, ну, как бы угадать, наверное, нереально. Я пыталась как-то там по числам, у меня как-то мама умела считать, она вроде рассказывала, я пыталась это все высчитать, но, скажу честно, в тот период забеременеть, когда нужно было, у меня не получилось. Как бы мы ни планировали, все, что происходит, оно все равно происходит в тот момент, когда нужно, и дети к нам приходят именно в тот момент, когда вот там, там, наверное, видят лучше. И вот для меня сейчас просто идеальный период, когда родился сын, мне и другого не надо, я была рада, что это мальчик, мы, мы, я была бы рада и девочке, но вот это круто, потому что мы так хотели, как раз получилась эта гармония. И я человеку сказала, я помню, что он протягом сегодня высылал мне миллион фотографий, каких-то квиточек, это было как-то, вальшко, да. Когда я узнал о том, что Валя беременна, я просто был счастлив. Я помню, это была Пасха, это было 8 апреля этого года, я завтракал в Роттердаме, и по фейстайму разговаривал с Валей, и Валя мне говорит, я тебе хочу сказать про Емну Новую, ну, я вагит, и у меня прям такое. Мне сегодня пришла супер новость, и этой новости посвящается этот марафон. После донорской крови мне вообще не бежалось, я бежал на зубах последние 10 километров, я говорю, не-не-не, я просто не могу сойти, просто ради того, ради этого счастливого желудя, который там залез уже в Валюську. Очень тяжело, не тренируясь, бегать в марафон. Я малого, кстати, когда-то туда привезу, пробежать может быть марафон. Для меня эти роды, они были особенными, правда. Они были осознанные, уже третьи для меня были осознанные роды, но они происходили быстро, но вот как-то без внутреннего ожидания, понимания. А вот четвертые, я чувствовала все просто, вот каждая клеточка, я чувствовала, где находится ребенок, где находится голова, как он продвигается. Больше того, когда было очень больно, я пыталась свои мысли сосредоточить на том, что разговаривала с сыном и говорила ему, все у тебя получится, давай выходи, все нормально, я тебя тут жду, я тебя очень люблю. Вот какие-то внутренние посылы я больше пыталась отдать ему, чтобы он поработал и все у нас получилось. Ну, вы уже так всредо не напруживались. Я, конечно, чуть-чуть нервничал. Уже тяну час я к мужу, я уже в душе побула, волосы помыла. Для меня главное было максимально поддержать, и это было для меня тоже очень важно. Вот разделить каждую секунду, то есть во всем там быть, вот как-то саппортить Валю. И я сижу там, положил ноги, она ходит, встань, не раздражай меня. Я такой раз встал, думаю... Не сиди так поспачно, походи хоть со мной. Сейчас. У меня ж ратуе, что ты сидишь. Если скажешь, что сейчас надо 50 раз выпрыгнуть из-под пола, я выпрыгну из-под пола. Ну, то есть у меня было такое ощущение, что мне надо максимально саппортить ее во что бы то ни было. То, как повел себя Андрей, и то, что видели многие, наверное, из вас. Признаюсь, я не знала, что Андрей стримит. Я думала, что он просто рассказал друзьям, и они начали мне писать. Это было, знаешь, как нервное. Вот когда мне надо отвлечь внимание от того, что от каких-то своих нервов, то легко зайти в социальную сеть, и вот одним глазом половиной мозга быть в социальной сети. И, собственно, это было, наверное, еще там на 50% именно это. То есть я был, типа, чем-то занят, поэтому, ну, так ты стоял бы там, типа, не пришей кобыль и хвост, а тут ты вроде как чем-то был занят. Показывал там, что-то включал, что-то не вставлялось. Я побоялась смотреть то, что стримил Андрей, потому что я не понимала, какая будет моя реакция. Во-вторых, у меня много гормонов сейчас в крови, и она может быть неадекватной, а поэтому я приняла мудрое решение просто не смотреть в ту сторону. Ну, чтобы не ссориться с мужем. Зачем это надо? Ну, вот уже произошло и произошло. Какая же разница? Говорил, еще раз повторюсь, считаю крайне важным мужчине сделать все, что хочет женщина в этот момент. Если женщина хочет, чтобы вы были рядом, гладили ее по руке, гладьте. Если женщина хочет, чтобы вы были рядом, целовали ее в глаза, целуйте. Если женщина хочет, чтобы держали ее коленки, для того, чтобы она не напрягала ноги, и для того, чтобы расслабить родовые пути, держите. Что точно нужно делать, это поддерживать женщину, когда она что-то делает в ваших совместных интересах. Все это получилось в 8, 10, а мы в 10.45 назад, да? В 10.45. Так произошло. Мой тренер мне говорит, слушай, у меня все девочки рожают в Иллэке. Очень довольны. Пойди, посмотри, как там. И мы с Андреем пошли. И когда я пошла, я просто влюбилась в персонал, влюбилась в людей, в атмосферу. Все очень-очень доброе и светлое. И как-то я там осталась, потому что мне было интересно все, что они делают. Мне было интересно все эти дни открытых дверей. Вот просто положительно ты, когда чувствуешь, что люди на твоей волне, тебе хочется там остаться и попробовать. Я смотрела на докторов, которые читают лекции, они мне все нравились. Мне не хотелось выбрать какого-то одного. Я подумала, зачем? Ну, я чувствую себя, я понимаю, что здесь работают профессионалы, и я не выбирала доктора, у которого я буду рожать. Я просто готова была отдаться в руки этим людям, и для меня это было очень важно. Мне опять предлагали сделать анестезию. Это популярная методика. Она облегчает боль. Я не буду утверждать, что это так, там, на 100%. Это мои внутренние ощущения. Анестезия, она немного сбавляет темп родов. Схватки становятся немного слабее, процесс становится немного медленнее. И, соответственно, вы будете рожать там не 3-4 часа, например, 5-7. Кому это надо? Мне это не надо было. И на самом деле это та боль, которую можно очень легко перетерпеть и передышать. Я уже говорила это в предыдущих разах. Ее просто нужно прочувствовать и не относиться к этому, ну, как к боли. А к какому-то временному моменту, который там длится, например, 30 секунд. Ну, можно потерпеть? Можно. Там женщина – это существо, которое умеет поддержать, потерпеть и там преодолеть какое-то препятствие и боль намного проще, чем это, например, мужчинам тем же. О том, что происходило в нашей жизни, суды. Это был трудный эмоциональный момент. Я, опять же, пыталась не рисовать себе страшные картинки, не циклиться на этом. Я понимала, что в этих ситуациях лучше максимально много обниматься, максимально много проводить время друг с другом, поддерживать друг друга, наполнять свою жизнь хорошими эмоциями друг с другом, насколько это возможно. Пытаться отдалить негативные эмоции, негативные ситуации. Это усилило мою ответственность, усилило восприятие этого шага со стороны Вали. Мы в этот процесс шли настолько осознанно и с пониманием, что действительно у меня было четкое ощущение, что я максимально должен взять на себя удар. Семейную нагрузку по всем остальным детям, максимально расслабить Валю, максимально. Повлиять на это я не могла. Я пыталась жить одним днем и обниматься, и понимать, что классно, что этот день у нас сегодня был. Спасибо. Спасибо всем. Пошли в следующее. Она сопереживала со мной этот процесс, но точно это не влияло на ее отношение к беременности. Но она просто железо. Она просто железобетон. Это просто крепость, которую не возьмут никакие танки. Вот все, с чем она живет каждый день, это чувство юмора, твердость, железо в голосе. Вот все было в отношении этого процесса. Мне крайне была приятна ее реакция. То есть лучше реагировать нельзя было. Я очень боялась, что Андрей не захочет назвать Андреем. Ну, потому что какие-то там стереотипы. Андрей Андреевич, друзья, как они будут реагировать, они будут смеяться. Попыталась мягко предложить, мягко, ненавязчиво. Он промолчал. У Андрея есть такое качество, когда я у него что-то спрашиваю, он просто не отвечает. Просто молчит. Есть такие вопросы, которые говорят, слушай, ну сколько можно? Я тебе уже три раза поставила один и тот же вопрос. Ну как? Ну вот, ну вот, а где ответ? Говорит Андрей. И все. И опять ответа нет. Потом Андрей уехал, и где-то через, наверное, минут 40 прислал просто Андрей. И была счастлива то, что, в принципе, там идея пролезла. Валя консультировался, у меня есть какой-то нумеролог, астролог. И у нас было несколько вариантов имен. В результате в финал вышло два имени Ярослава и Андрей. И я сказал, что я в данном случае однозначно за Андрей. Улучшенная версия просто. Это я, но улучшенный. Улучшенный во всех отношениях. Умнее, сильнее, мудрее, быстрее. Там все. Я сделаю все, чтобы он был лучше, чем я. Я чувствовала себя хорошо после рода. Настолько хорошо, что мне даже не хотелось там садиться в кресло, ложиться на кровать, чтобы меня с родовой палаты куда-то увозили. Я чувствовала себя адекватно, отлично. У меня было столько позитивных эмоций, адреналина внутри. Вот таких хороших, положительных эмоций. Я готова была взять на руки малого, гордо выходить с родовой палаты. Вот прям на парад. И, соответственно, у меня так складывались карты, что я могу абсолютно спокойно пойти в эфир в субботу. Мне не сложно физически. Мне даже приятно будет. Я люблю свою работу. Я радовалась тому, что я родила в такой промежуток, что я могу не пропустить свою работу, потому что мне ничего не мешает. Сэ, волопина хамайка, Валя, Валя. Ничего не изменилось. Сэ, нормально, я звал. Я вышла в субботу. В субботу утром я на тех же положительных эмоциях сказала спасибо всем, кто нас поздравлял, кто был с нами, кто радовался за нас. И к своему ужасу буквально через полчаса зайдя в социальную сеть, я увидела огромнейшее количество совсем другой реакции. Я не ожидала, потому что для многих женщин это был шок. И не знаю даже почему, они воспринимали это, как будто я пересиливаю боль, страдания, с каким-то надрывом, зачем-то вышла на эту работу. Нет, у меня никаких страданий и болей не было. Я себя абсолютно адекватно чувствовала, и все было у меня хорошо. Но почему-то писали о том, что как же здоровье. Ну, я это тоже не понимала, потому что нездоровый и больной меня бы просто не выпустили из родзала. Я почитала какое-то количество комментариев, пыталась на все ответить. Потом поняла, что сыпется настолько много комментариев, что я дальше уже, когда закончился эфир, не стала тратить на это время, потому что я хотела уехать к малышу обратно, он меня ждал и решила, что это важнее, чем читать негативные комментарии в соцсети. Для меня это был сюрприз. Я не думал, что будет такое количество всяких желчных комментов, особенно когда я зашел и увидел там все ради денег или еще какую-то хрень. Это вообще там... То есть это точно не про деньги. И отношение к этому было простое. Валя с самого начала не собиралась идти в декретный отпуск. Я понимаю, почему она не собиралась идти, потому что для нее очень важно было остаться в строю, остаться вот в этой волне социальной востребованности, которая для нее очень важна, а для меня важна, потому что ей важна. Я счастлива и хочу получить удовольствие от этого процесса. Я не хочу стесняться того, что у меня все легко прошло, и я могу работать. Зачем мне сидеть дома, зарываться в бытовуху, если я могу совмещать, и если мне получилось сделать свою жизнь не так, что мне Андрей, мне муж может помогать. Это же прекрасно, прекрасно. Этого не было в 2009 году. Это было совсем не так в 2011 году. Но получилось так это сделать в 2018 году. Кстати, это были первые роды, когда мы делали торжественную выписку. Дякую. Дякую. Спасибо всем, чтобы заходило. Аааа! Нареште, будто нормально, я же сказала, да ты. Хочешь счастья, хочешь праздника, создай его себе сам. Пригласила друзей, коллег, сказала, когда я буду выписываться, сделаю там какой-то небольшой заказ. Есть услуга торжественной выписки с шариком, есть красивая комната, почему тебе не воспользоваться? В этот раз было именно так. И на этих положительных эмоциях мы сели в машину и уехали. Я не помню, честно говоря, прошлые разы, как это происходило, но впервые Андрей забрал у меня ребенка и куда-то ушел с ней. Он ходил по дому, и я даже не понимала, почему так произошло. Это классно. Желтый мой. И было чувство, что будто Андрей встретил какого-то особенного человека в своей жизни и решил показать ему все то, что он готовил для него всю жизнь. И они куда-то ушли, что там шептались, потом вернулись. Думаю, класс, мне так нравится, как это все происходит. А еще мне очень понравилось, что девочки очень трогательно помогают. Они волновались, чтобы я не сделала их няньками, как мне говорила Мирослава, я этого никогда и не хотела. Я не хочу перекладывать на девочек свои обязанности, но когда они поняли, что я этого не буду делать, они с удовольствием начали мне помогать. Эмоции положительные. Мне пока все нравится, и я хочу, чтобы было так дальше. Я буду стараться, чтобы эта эйфория от появления еще одного члена нашей семьи, она не улетучилась, чтобы это счастье от первых улыбок, от первых каких-то гукань, мукань оно оставалось как можно дольше. Вот сейчас уже, когда вот этот период позади, но впереди новый период, он еще более интересный. Когда это будет сын, он будет расти, и я, наверное, впервые сейчас за многие-многие годы буду думать о том, что я могу ему дать с первых минут жизни. Как я могу повлиять на него в том состоянии, в котором он находится. И для меня это мега-мега важно. Это, наверное, первый раз. Да, 100% это первый раз. Я, во-первых, благодарна каждому из вас, что вы пишете. Я получаю огромнейшее удовольствие от того, что вы подходите на улицы, вы подходите на разных мероприятиях ко мне и говорите спасибо. Ко мне подходит много девочек, беременных, которые говорят, слушайте, мне так приятно, вы так поддерживаете, мне теперь не страшно рожать. Я понимаю, что все хорошо. А теперь я вижу вас, у вас ребенку третий день, а вы здесь. Я говорю, ну потому что не страшно ничего, потому что не надо прятаться с ребенком на третий день. Вообще, ну вот, если иммунитеты, и если адекватно относиться к ситуации, то и дети, они растут здоровее, и воспринимают мир от чиха, от чужого человека, они тоже там у вас болеть не будут. Поэтому спасибо вам огромнейшее, пишите свои вопросы. Беременеть не страшно, рожать не страшно, любить прекрасно. Любите своих мужей, целуйте их. Ну а если им немножко страшно, вашим мужням, просто обнимайте их и говорите, что все будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok